Привет всем! Сегодня у нас понедельник, второй день моего выходного, и я собираюсь в город по делам. Сегодня у меня очень много дел, и их я и все буду делать на велосипеде. Вчера у нас была тренировка и очень длинная тренировка, я не успела отцепить велосипед, и мой велосипед закрыли в боксе. В общем, на первом этаже спортзала, и сейчас мне придется сначала идти за велосипедом. Но я так распланировала свой день, свои все, как сказать, выползновения, чтобы велосипед в нем участвовал по минимуму. У меня будет две точки, где он будет стоять, чтобы потом его часто не отцеплять. И сейчас в пешкаря мы идем на первую локацию. Единственное, я тут думаю, кепку надевать или не надевать. На лице очень жарко, но в кепке тоже может быть жарко. В общем, беру вас сегодня с собой, будем делать дело вместе. Кстати, смотрите, какая у меня клевая футболочка. У нас опять вернулась жара на улицу. Душно, жарко. Но есть эти ряточки, это хорошо. И первый пункт... Ой, куда я зашла? В какие-то дебри. И первый пункт назначения, это витаптека. Идем покупать корм моему коту любимому. Затем во второй магазин я хочу семечки. Я люблю соленые. Очень вкусные я нашла для себя. И третий пункт, это зайти в аптеку. Это все на одной улице. И забрать грелку в аптеке. Я сделала бронь. Спросите, зачем мне не нужна грелка. Слава богу, не клизму делать. Прогревать мышцы после тренировки. Потому что моя старая грелка, она порвалась. Но вчера была самая длинная тренировка. Вообще за все время сколько. Мы ходим в спотзал. Она длилась около трех с половиной часов. Но нормально, мы были бодрыми. И сейчас я иду, честно сказать, еще вообще не проснулась. Хотя уже около 12 часов дня. И мне начинает хотеться спать. А еще сейчас будет куча людей. И я прямо не знаю, как сегодня выжить. Чтобы не хотеть спать. Плюс понедельник такой. Вообще-то у меня ассоциация с понедельником. Ленивый день. Сейчас вот иду. Людей практически нет. Все. Походу на рынки, на работе. Сейчас посмотрим, сколько народа будет на рынке. Я уже хочу домой. А мне сейчас столько всего делать. Вы не представляете. В аптеку забыла. Сейчас повернусь в аптеку. Вот такие семечки купила. Они соленые. Я обожаю только соленые. Почему-то именно эти очень нравятся. И вот этот чай фьюз. Всегда беру только его. Холодненький. Сейчас приеду, залив бутылочку из-под воды. И приду, точнее, к велику. Блин, вот чуть не забыла про то, что надо забрать грелку в аптеке. Я просто уже всеми мыслями забираю велик. И забыла про грелку. Хорошо, что это все рядом и аптека на входе. Так, зашла в Аврору. Купила. Такой кондиционер мне нравится. Ладно, перевернутое изображение в Велле с лавандой. А в аптеке, как всегда, вышла какая-то дичь с моим заказом. Я заказала грелку, но она, короче, была огромная. Три литра. Прям вот такая вот. И пришлось перезаказывать. Взяла на два литра без всяких трубочек. Но это же типа как клизма считается. Я беру для других целей. И она, оказывается, почти на 40 гривен дешевле. Вот взяла. Сейчас иду, все запихнула в рюкзак. И понимаю, что мне надо будет сделать две фотки домой. Потому что я уже еле тащу рюкзак. Вот такой обалденный. Хорошо пахнет. Стоит всего лишь 55 гривен. Очень нравится мне. Встал оттенечек передохнуть. Очень жалко. Сейчас пойду до велика и поеду. Отвезу все свои вещи. Скину, потому что купила почти килограмм корма. А мне еще столько всего покупать. Я хочу это все везти в рюкзаке и в сумке. Потому что на велике у меня нет корзинки. Уже он в соседнем здании стоит мой велик. Собрала я своего коня. Свой величек любименький. Сейчас сижу, попью свой чай, который я перевела в баночку. И все-таки придется сделать одну фотку домой. Потому что уже тяжелый рюкзак. Я еще кондиционер запихнула в этот сюда. Короче, сумку в эту. В сердце скину и поеду в эту башку. Потому что там у меня очень большой список. Я это все не про... Как сказать? Не пронесу. Ну а плюс в том, что я на велике, это быстрее намного и легче, чем идти пешком. Потому что уже очень сильная жара. Я уже вообще мокрющая. Так что сейчас сделаю передышечку. Я домой и обратно в магазинчик. Еще очень важный момент моего списка продуктов. Потому что мне нужно вложиться в 800 гривен. Я уже потратила 200 из этого списка. Даже меньше, наверное. Или 700, или 800, короче. А у меня там список еще такой немаленький. Так что будем все на калькулятор брать сегодня. Так, все, забрала зарплату. Ставлю велик на работе. И иду по табашечку. Скупать продуктика. Она же ранее, наверное. Дружки переоделась. Лосины. Ой, не с лосином. В короткие велосипедки. Иду покупать еду. И забываем про бюджет 800 гривен. Акадо банваны. Нашла кофе без кофеина. Вообще, раньше не видела такое. Это вот для таких, как я, которые не переносят кофеин. Вот для таких, как я, которые не знаю, что я знаю. Надо писать на день, читать. На день, читай. На день, писать. Позвищу, по-нашему. Покажи, пожалуйста. Какой? На летилась. Летилась. Вот сколько. Вот, давай. Сейчас. Иди. все я уже приехала домой решила сейчас помыть грипсы гриппы грифы грипсы в общем штуки которые за которые держишься на велосипеде и заодно еще раз по стираю перчатки потому что из-за этих грипс и грипсы у меня перчатки стали просто грязные покажу эти ручки короче хороший когда мастер делал он их не мазан без они до сих пор вымазать буду мыть а потом покажу вам чего сегодня купил от кого мне был улов так начинаем разбор покупок и здесь на первых я купила это корм по моему любимому коту затем купила свои любимые семечки и купила 2-литровую для того чтобы прогревать пену после тренировки у меня очень много тригентных точек у меня есть рядом с того что у нас магазин я была какой-то куриное мясо как то далеко я села то она идет дальше я не смогла пройти мимо этих красивенных грибов вот такая классная красная луточка в этой покупала взяла банальчики свежие нужно смузи кстати сделать так и сделаю сейчас я кстати их пока домой довезла они поспели эти волтое стали и взяла два маленьких авокадика очень классно когда немножко полежат так здесь все дальше очень думаю кстати на реке искупаться вот такие пакучки для туалета фирма доместес я обожаю фирму доместес вот такие хвойные пахнут на всю комнату надо будет сейчас их повесить дальше по спитке жидкий корм феликс коту тоже я ему даю в перемешку мой любимый паштет в этот раз жила мясом гусичем механично вываливание вот такую с утра на бутерброды вкусно намазывать мои любимые 3 пачки пачи из любимейшая моя паста не постала горошки паутинка мой любимый хлебушек вот такой черный люблю особенно вкусно обжаривать в принципе это было все есть начальник купила это кофе я растерялась на мне посоветовали другом магазине глянки если не уже туда не хотела ехать и пакетер не купила это уже не помедлено взять и купить и типа нормально вот поэтому в принципе я считаю сегодняшний наш заезд за покупками успешным сейчас немножко передохнул буду все раскладывать их отмечкушек потому что завтра на работу немножечко поработать за счетик у меня на поставлю спортивность по страту красивая все аппетитно не было с этим сделать нужно покушать вот все едем дальше решила не откладывать на потом смузи смешала банан малину и безлактозное молоко и вперед так надо еще один банан добавить маловато 1 даю себе две минуты на смузи перекус мой и нужно поставить стирку и убирать в комнате а то я вчера снимала видео по убирала так хорошо сейчас смотрю опять бардак триндец просто какой-то я сонная мучка значит только что а дела-то себя не поделают сейчас пойду сделать дела основанные силами кушать готовить кушать все таки классно что можно ложиться спать и не думать про то что снимать линзы надо приходила я покушать смыла макияж сделала скраб у меня что-то как это сыпь пошла мелкая непонятная сделала две стирки подготовила на завтра одежду сейчас попить чай и буду прокатывать мышцы у меня где-то есть видео идет то как я делала растяжку прокатки все свои делаю и сейчас понятно что после тренировки еще помогает прокатать мышцы не прогреть кстати грелку купила буду то есть завтра на работу четыре дня работать так что я заниматься делали спасибо что вы были со мной и спасибо тем что кто смотрит еще мои видео я буду стараться не пропадать это конечно очень сложно ну чем сказать не шут пишите комментарии буду рада видеть вас там не до следующего ложка